Слово 7. 857. Хочу опять приняться за обычные учения и предложить вам духовную трапезу, но медли и удерживаюсь, видя, что вы не извлекаете никакого плода из непрестанного учения. И земледелец, после того, как щедрой рукой бросит семена в землю, в недра ее, и не увидит произрастений, соответственных трудам, уже не с прежней охоты принимается за обрабатывание земли, потому что всегда надежда на плодородие облегчает тяжесть трудов. Так и я легко бы перенес этот великий труд учения, если бы знал, что от моего учения что-нибудь прибавляется для вашей пользы. А теперь, когда я увидел, что после столь многих моих увещаний, после столь многих внушений и угроз, ибо я не переставал постоянно напоминать вам о страшном судилище, неизбежных наказаниях и об огне неугасающем, и о червее неумирающем, некоторые, слышавших это, не против всех, изрекая осуждения, да не будет, забыв все это, опять предались сатанинскому зрелищу конского аресталища. С какой еще надеждой примусь за те же труды и предложу им это духовное учение? Видя, что они не извлекают отсюда никакой для себя пользы, но просто по привычке и рукоплещут словам моим, и показывают, будто с удовольствием принимают мои слова. А после того опять бегут на конское аресталище, и еще больше, и с неудержимым неистовством рукоплещут возницам, и с великой стремительностью стекаются, часто припираются между собой и говорят, «Этот конь нехорошо пробежал, а тот, споткнувшись, упал, и один берет в сторону того возницы, другой другого, а иногда не подумает и не вспомнит о моих словах, не о духовных и страшных таинствах здесь совершаемых, но как бы плененные сетями дьявола, проводят там целые дни, предаваясь сатанинскому зрелищу, и выставляя себя на позор и иудеям, и язычникам, и всем, кто хочет осмеивать наше учение, кто хотя бы он был совсем каменный или бесчувственный, может это перенести к бесскорби, а не только мы, старающиеся показать отеческое всех вас попечение. Нас опечаливает не только то, что наш труд оказывается для вас бесполезным, но гораздо более мы сокрушаемся, когда помыслим о том, что так поступающее навлекает на себя тягчайшее осуждение. Мы за труды свои ожидаем наград от владыки, так как сделали все свое, предложили серебро, раздали веренный нам талант и не опустили ничего, что следовало нам сделать. Но получившие это духовное серебро, какое будут, скажи мне, иметь оправдание, какое прощение, когда потребуется от них не только это серебро, но и прибыль от него. Какими глазами они будут смотреть на судью? Как они перенесут тот страшный день, те нестерпимые казни? Разве они могут сослаться на неведение? Каждый день мы взываем, увещеваем, убеждаем, показываем гибельность обольщения, великость вреда, обманчивость сатанинского празднества. Все, однако, не могли тронуть вас. Но что я говорю о том страшном дне? Займемся пока здешним. Как, скажи мне, могут участвовавшие в том сатанинском зрелище прийти сюда с дерзновением, когда их совесть восстает против и вопиет громко? Или не слышат они, что говорит блаженный Павел, учитель вселенной, какое общение света со тьмой или какая часть у верного с неверным? Какого не заслуживает осуждение то, что верный, участвовавший в совершаемых здесь молитвах и страшных таинствах и духовном учении, после здешнего священнодействия, уходит и садится на сатанинском зрелище вместе с неверными, с блуждающим во мраке нечестия, озаренной светом солнца правды? Как же, скажи мне, можем мы заградить уста язычникам или иудеям? Как станем вразумлять их и убеждать обратиться к благочестию, когда они видят, что принадлежащие к нашему обществу смешиваются с ними на этих гибельных и всякой мерзости исполненных зрелищах? И для чего, скажи мне, ты, побыв здесь и очистив ум, и настроив душу к бодрствованию и сокрушению, уходишь туда и снова скверняешься? Или не слышишь, что говорит один премудрый? Один созидает, а другой разоряет то, что успеет, кроме напрасного труда. Сирах 34.23. То же бывает и теперь. Когда построенное нами здесь посредством непрестанного учения и увещания духовного, ты, ушедший туда, все вдруг разрушишь и сравняешь, так сказать, с землею. Какая польза в том, что мы снова созидаем здания, а вы снова разрушаете? Не крайне ли это безрассудно и безумно? Скажи мне, если бы ты увидел, что кто-нибудь делает это со свещественными зданиями, построенными из камней, то не смотрел ли бы ты на него, как на безумного, который тщетно и напрасно трудится и тратит все свои средства ненадлежащим образом? Так же рассуждай и заключай и об этом духовном строении. Вот я, с тех пор, как поставлено это служение благодатью Божию, каждый день воздвигаю в высоту это духовное здание и стараюсь привести вас к учению добродетели. А некоторые из приходящих сюда, возведенные с великим трудом строения, понизиснимому легкомыслию, в одну минуту времени почти собственными руками разрушают до основания, причиняя через то мне великую скорбь, а себе величайший вред и невыносимую потерю. 859. Может быть, я сделал слишком строгое обличение? Оно слишком строго по моей любви к вам, но по важности пригрешений еще недовольно сильно. Впрочем, так как должно подавать руку и падшим, и являть отеческую заботливость, о дошедших до такой беспечности, стоя и теперь, не отчаиваясь в их спасении, только бы они решились не впадать опять в те же простудки, не простирать дальше свою беспечность и отказаться от хождения на конские ресталища. И от всякого подобного сатанинского зрелища мы имеем человеколюбивого, кроткого и попечительного владыку, который, зная немость нашей природы, когда мы, по беспечности приткнувшись, впадем в какой-нибудь грех, требует от нас только того, чтобы мы не отчаивались, но отстали от греха и поспешили к исповеданию. И если мы сделаем это, он обещает нам скорое помилование, ибо сам он говорит, «Разве падший не восстает, и отвращающийся не обратится» Иеремии 8.4. Итак, зная это, не будем невнимательными к человеколюбивому владыке, но преодолеем вредную привычку, и не будем ходить пространными вратами широким путем, как сегодня слышали вы от общего всех владыки, который в Евангелии предлагает такое увещание, «Входите узкими вратами, ибо пространны врата и широкий путь, ведущие в погибель, и многие идут ими». Слыша о пространных вратах и широком пути, не обольщайся таким началом и не смотри на то, что многие идут по этому пути, но по мысли о том, что в конце он делается тесным. И о том разумно подумать, что здесь говорится не о чувственных вратах и не просто о пути, но предлагается увещание касательно всей жизни нашей и касательно добродетелей и порока. Потому Господь и начал речь словами «Входите узкими вратами», называя так врата добродетели. Потом сказал «Входите узкими вратами» и объясняет нам и причину, по которой он делает такое увещание. Хотя, говорит он, и тесно эти врата, и весьма трудно войти в них. Но, если немного потрудитесь, то выйдите на великую широту и простор, который может доставить вам великую отраду. И так, говорит он, не смотрите на то, что эти врата тесны. Пусть не смущает вас начало, и теснота входа пусть не делает вас нерадивыми, потому что пространные врата и широкий путь ведут к погибели. Так многие, обольстившись началом и входом, и не посмотрев наперед, что будет далее, пришли к погибели. Посему он и говорит, ибо пространный врата и широкий путь ведущие к погибели, и многие идут им. И справедливо назвал он пространными врата и широким путь, ведущие к погибели. Те, которые спешат идти на конские ресталища и на другие сатанинские зрелища, не брегут оцеломудрие, нисколько не пекутся о добродетели, хотят распутствовать, предаются веселье и пресыщению, каждодневно истощается безумной и неистовой страстью к деньгам и прилипляется к делам настоящей жизни. Действительно, идут пространными вратами и широким путем. Когда же они, далеко ушедшие вперед и собравшие себе великое бремя грехов, придут к концу пути изнуренными, то уже не могут уйти дальше, так как теснота пути задерживает их, и они, обремененные тяжестью грехов, не в состоянии пройти по нему, потому неизбежно низвергаются в самую пропасть погибели. Какая же польза, скажи мне, прошедшим недолго широким путем подвергаться вечной погибели и повеселившимся, так сказать, во сне, наказание терпеть в действительности. Подлинно, вся настоящая жизнь в сравнении с ожидающим нас наказанием и мучением есть то же, что сновидение одной ночи. Неужели все это написано для того, чтобы мы только читали? Действием благодати духа вещания Господа преданы письменным, для того, чтобы мы, получая отсюда предохранительные врачевства против наших страстей, могли избежать угрожающего нам наказания. Посему и тогда владыка наш Христос, прилагая врачевства, соответствующие ранам, предложил такое увещание. «Входите узкими вратами». Узкими назвал он эти врата не потому, чтобы они по своему свойству были узки, а потому, что наша воля, наклонная больше к беспечности, считает их узкими. И не для того он назвал их тесными, чтобы нас отвратить от них, но для того, чтобы мы, уклонившись от других широких врат и, узнав тот и другой пути по их концу, скорее избрали для себя путь тесный. 861. Значит, чтобы речь была для всех ясна, теперь, если угодно, я представлю таких людей, которые вошли в пространные врата и шли широким путем, и мы посмотрим, каков был у них конец. Представлю таких, которые вошли узкими вратами, и шли скорбным путем, и мы узнаем, каких благ они достигли. Для этого я представлю вам одного из вошедших в пространные врата и одного из шедших по пути узкому и скорбному, и докажу истину слов Господа при посредстве опять той же притчи Господней. Итак, кто это, вошедший в пространные врата и шедший широким путем? Наперед надо бы сказать, кто это такой и какое пространство пути он прошел, идя по широкому пути, а затем объяснить вам, к какому он пришел к концу. Знает, что вы, как сведущие, уже поняли, что будет сказано. Однако и мне необходимо сказать. Припомните же того богача, который каждодневно одевался в порфиру и весон, устроял блесательное пиршество, кормил тунеядцев и льстецов, наливал много вина, присыщался каждый день, предавался великому веселью, вошел в пространные врата и постоянно был в удовольствии и радости житейской. Все к нему притекало, как бы из источников, многочисленная прислуга, неописанные веселья, телесное здоровье, избыток денег, почет от народа, похвала льстецов, и ничего пока не печалило его. Кроме того, что, живя среди такого изобилия, в напитках и лакомствах, он не только наслаждался телесным здоровьем и всяким удовольствием, но и мимо бедного лазаря, лежавшего в воротах, покрытого ранами, окруженного и облизываемого псами и терзаемого голодом, он проходил безжалостно и не подавал ему даже крупиц. Так этот богач, вошедший в пространные врата, шел по широкому пути веселья, распутства, смеха, утех, объедения, пьянства, изобилия в деньгах, изнеженности в одежде. И долго, во все время настоящей жизни, шел он по широкому пути, не испытывая никакой печали, но постоянно стремясь как бы с попутным ветром. И так как он шел всегда по широкому пути, то и стремился с великой приятностью. Нигде не было ни скал, ни стремнин, ни подводных камней, ни кораблекрушения, ни необычайного переворота, но как бы идя постоянно по твердой и ровной дороге, так он прошел настоящую жизнь. Хотя он был каждодневно заливаем волнами пороков, но этого не чувствовал. Хотя каждодневно терзаем был гнусным пожеланиями, но еще услаждался этим. Хотя был постоянно ослаждаем невоздержностью, пресыщением, безумной страстью к деньгам, но нисколько не чувствовал этих зол и не мог предвидеть, чем кончится его путь. Напротив, наслаждаясь только приятностью настоящего, он и не думал о вечной скорби, но, так сказать, в очаровании шел по широкому пути, стремясь к самой пропасти, который не мог видеть от великого пьянения. Успех во всех житейских делах, отуманив его ум, ослеплял мысленное око его, и он, как потерявший зрение, шел, не зная, куда направляется. А может быть, он и не помышлял уже о человеческой природе, видя, что ему не было ни в чем неудачи. Он не только веселился, но и был богат. Не только был богат, но и пользовался телесным здоровьем. Не только пользовался телесным здоровьем, но и услугами других. И при этой большой услужливости, видя, что все притекает к нему как бы из источников, жил в беспрерывном удовольствии. Видите ли, возлюбленные, какими удовольствиями наслаждался человек, который шел пространными вратами и шел постоянно по широкому пути. Но никто из слушающих это, пусть не решается ублажать его прежде конца, но пусть подождет окончание дел, и тогда произнесет приговор. Теперь, если угодно, я представлю и того, кто вошел узкими вратами и шел скорбным путем. И тогда, посмотрев на конец того и другого, мы произнесем надлежащее мнение о каждом. Кого же другого можно представить теперь, как не Лазаря, который лежал в воротах богача, покрыт был ранами, видел, как языки псов касались язвы его и не имел силы даже прогнать их. Как тот, пошедший пространными вратами, шел по широкому пути, так этот блаженный, уже называя его блаженным за то, что он решился войти узкими вратами, вошел узкими вратами во всем противоположным и широким. Как тот непрестанно веселился, так этот непрерывно боролся с голодом. Тот при роскоши и телесном здоровье наслаждался избытком денег и тратил все время в пресыщении пьянстве. А этот при голоде, изнуряясь крайней бедностью, постоянной болезнью и невыносимыми ранами, не имел даже необходимой пищи, но желал крупиц от трапезы богача и тех не удостаивался. Восемьсот шестьдесят два. Видишь ли, как этот, вошедший узкими вратами, постоянно шел по тесному пути? Видишь ли, как тот проходил через пространные врата и по широкому пути? Посмотрим же, наконец, их обоих, как тот пришел к тесному концу, а тот к широкому, исполненному великой отрады. Чтобы, хорошо узнав это, нам не домогаться всячески широкого пути и не стараться входить пространными вратами, но искать врат узких и идти по пути тесному, дабы достигнуть доброго и отрадного конца. Когда пришел конец жизни каждого, богатого и Лазаря, посмотри, что говорит Господь прежде о том, который шел скорбным путем, умер нищий и отнесен был ангелами на Лона Авраамова. Может быть, ангелы отводили его предшествуемо и окружая его, и после многих скорбей и тесного шествования, препровождая страну покоя. Видишь ли, какой простор открывается в конце узких врат и тесного пути. Посмотри потом и на гибельный конец широкого пути. Умер, говорит Господь, и богач, и похоронили его. Никто не предшествует ему, никто не окружает, никто не путеводит его, как Лазаря. Так как он всем этим наслаждался на широком пути, имел много окружавших его и угождавших ему, то есть льстецов и тунеядцев, то когда пришел к концу, лишился всего и остался одиноким после многих прежних удовольствий, или лучше, после краткого довольства и благоденствия. Потому что вся настоящая жизнь кратка в сравнении с будущим веком. И так, после кратковременного довольства, которым он наслаждался, идя по широкому пути, он вступил в страну тесноты и скорби. Тот покоился на лоне патриарха, получая воздаяние за труды и многие страдания, и после голода, ран и лежания в воротах наслаждался неизреченной и неизъяснимой отрадою. А этот, после веселья и довольства, после великого пресыщения и пьянства, подвергшись неизбежному наказанию, страдал в пламени. И чтобы тот и другой из них на деле узнал в первой пользу тесного пути, а последний, вред и гибель на широкого, они видят друг друга на большом расстоянии. Послушай, как и Ваде возвел очи свои, находясь в муках, и увидел Авраама вдали и Лазаря на лоне его. Думаю, что богач почувствовал сильнейшую скорбь, когда увидел столь внезапную перемену обстоятельств, как тот, который лежал в воротах и был тревожен языками псов, пользуется таким дерзновением и пребывает на лоне патриарха. А сам он покрыт таким стыдом и притом еще горит в огне. Таким образом, видя, что обстоятельства пришли в противоположное состояние, что он сам, так сказать, повеселившись во сне и тенью, теперь терпит невыносимые наказания, и что широкий путь и пространные врата привели его к такому тесному концу. А с Лазарем произошло противное тому, и он за здешнее терпение наслаждается тамошними, неизреченными благами. Богач, пришедший в смущение и узнавший по опыту, что он подвергся полному обольщению, избрав широкий путь, обращается с просьбой к патриарху и произносит слова жалкие, исполненные слез. Тот, кто прежде не хотел обращаться к Лазарю и смотреть на этого бедняка, лежавшего в воротах, и, можно сказать, гнушался им по причине зловония ран его и по причине собственной изнеженности, в какой постоянно жил он с весельем. Теперь умоляет патриарха и говорит, «Отче Аврааме, сжалься надо мной и пошли Лазаря, чтобы мочил конец перста своего в воде и прохладил язык мой, ибо я мучаюсь в пламени всем». Слова эти могли бы привести в жалость, однако он и таким образом не помог себе. «Потому что исповедание было несвоевременно, и молитва приносилась не в надлежащую пору. Пошли, — говорит он, — этого Лазаря, этого бедняка, которым прежде я гнушался, которому не уделял и крупиц. В нем я нуждаюсь теперь, и ищу того перста, который лизали псы. Видишь ли, как смирило его наказание? Видишь ли, к какому тесному концу привел в широкий путь? Он обращается с просьбой не к Лазарю, а к Патриарху. И справедливо, потому что на бедного он и взглянуть не смел. Думаю, что он вспомнил о собственном бесчеловечии, и, размыслив, как безжалостно поступал с Лазарем, думал, что этот, может быть, и не удостоит его даже ответу. Поэтому и не обращается к нему с просьбой, но умоляет Патриарха. Однако он и таким образом не получил никакого успеха. Так велико зло, неблаговременность и злоупотребление временными жизнями, которые даны нам, Божиим человеколюбием, на дело нашего спасения. Какого адаманта не смягчили бы эти слова и не расположили бы к жалости и состраданию? Однако и при этом Патриарх не склоняется на просьбу. Но хотя удостаивает его ответом, объясняет ему, что сам он был виновником своих бедствий. Патриарх говорит ему, Чада, «Вспомни, что ты получил уже доброе твое в жизни твоей, а Лазарь злое. Ныне же он здесь утешается, а ты страдаешь. И сверх всего того между нами и вами утверждена великая пропасть, та, что хотящие перейти отсюда к вам не могут и оттуда к нам не переходят». Страшны эти слова и могут тронуть имеющих ум, чтобы дать богачу понять, что хотя он с своей стороны оказывает ему сострадание и преклоняется на жалость, видя тяжесть его наказания, но не может ничего сделать к его облегчению. Патриарх, как бы оправдывая себя, говорит ему, «Хотел бы я подать тебе руку помощи, облегчить твои страдания и уменьшить силу мучений, но ты сам заранее лишил себя этого утешения». Посему и говорит Чада, «Вспомни, посмотри на благость Патриарха, Чадом называет его, но это хотя и может показать кротость Авраама, однако не доставляет богачу никакой помощи, потому что он предал сам себя». Чада говорит, «Вспомни, что ты получил доброе твое в жизни твоей. Приведи на мысль прошедшее, не забудь, каким ты наслаждался весельем, каким довольствием, какой пышностью, как провел всю жизнь в пресыщении и пьянстве, думая, что в этом состоит вся жизнь, и считая это благами». Он сделал богачу ответ «Сообразность с его же мнением, ибо не помышляя ни о чем высоком и не имея перед глазами ожидающих его будущих бедствий, он почитал эти наслаждения благами». 865, том 1. «И ныне многие из пристрастившихся к роскоши и пресыщению, когда хотят выразить весьма великое довольство, имеют обычай говорить, «Мы имеем много благ». Не называй человек только эти вещи благом, рассуждая так, что они даны от владыки на то, чтобы мы, пользуясь ими с умеренностью, поддерживали жизнь и подкрепляли немощь тела. Но есть другие, истинные блага. Ничто издешнего не есть блага. Ни веселье, ни богатство, ни драгоценная одежда, но все это имеет только название блага. Что я говорю, имеет только название блага. Часто эти предметы бывают еще причиной нашей погибели, когда мы будем пользоваться ими ненадлежащим образом. Так богатство, тогда было бы благом для обладателя, когда бы он тратил его. Не на веселье только, не на пьянство и вредные удовольствия, но умеренно пользуясь весельем, а остальное раздавал бы бедным на пропитание. Тогда богатство, если же кто будет предаваться веселью и другому распутству, то богатство не только не принесет ему никакой пользы, но и не изведет его в глубокую пропасть. Что и случилось с этим богачом? Посему патриарх и говорит ему, чадо, вспомни, что ты получил уже доброе твое в жизни твоей. Что считал ты истинными благами, то и восприял. И Лазарь так же злое. Не потому, чтобы Лазарь считал это злом, да не будет, но применительно к мнению богача сказал Авраам. И эти слова. Ибо он составил в себе такое мнение, что богатство, веселье, пресыщение, изнеженность считал благами, а бедность, голод и тяжкую болезнь признавал злом. Посему, как сам ты полагал, имея такое ложное суждение, то припомни, что ты, согласно твоему мнению, восприял эти блага, когда шел по широкому и пространному пути. А Лазарь, зло, так же по твоему суждению, когда ушел узкими вратами и тесным путем. Между тем, как ты имел в виду только начало пути, он смотрел и на конец, не делаясь беспечной по началу пути. Поэтому ныне здесь он утешается, а ты страждешь. Конец у того и другого из вас вышел противоположный. Видели вы на самом деле конец широкого и пространного пути? Узнали, как через узкие врата и тесный путь, избравший их, пришел к благому концу? Выслушайте же еще более страшное. И кроме всего того, между нами и вами утверждена великая пропасть. Та, что хотящие перейти отсюда, туда не могут. Так же и оттуда к нам не переходят. Не пройдем, возлюбленные, этих слов без внимания, но размыслим о точности выражений и о том, какой честью и высоким местом пользуется лежавший в воротах презренный, нищий, постоянно боровшийся с голодом, покрытый ранами, доступный псам. С охотой обращаюсь так часто к этому предмету, чтобы никто из живущих в бедности или в болезнях и голоде не презирал себя и не считал несчастным, но, перенося все с терпением и благодарностью, питался благими надеждами и ожидал тех неизреченных наград и воздаяний за труды. «И сверх всего того...» Что это такое «сверх всего»? «Сказав богатому, ты восприял в настоящей жизни все, что считал благом, а Лазарь восприял то, что считал злом. Авраам присоокупил эти слова, внушая ему, что каждый из них и достиг соответственного конца, сверх всего сказанного. Ты скорби, тесноты и неугасимого огня после наслаждения тем, что почитал благом, а он отрады и наслаждения благами и пребывания со святыми после борьбы в течение всей жизни с тем, что ты считал злом. И так как каждый из вас достиг соответственного конца, тебя пространные врата и широкий путь привели к этой тесноте, а его узкие тесные врата к этой отраде. И сверх того, между нами и вами утверждена великая пропасть. Посмотри, бедняк, который был покрыт ранами, опять говорю об этом, отнесен к патриарху и приобщен к сонму праведников. Между нами и вами, говорит он, видишь ли, какой участий сподобился тот, кто с терпением и благодарностью переносил тяжкую болезнь и голод. Между нами и вами, говорит, утверждена великая пропасть. Многие, говорит, разделяет нас и не просто пропасть, но великая, потому что действительно велико расстояние и велико различие между добродетелью и пороком. Последний пространенный широк, а первые узкие и тесно. Роскошь пространная и широка, а бедность и нужда узко и тесно. Посему, как здесь пути противоположны, и один идет по пути узкому и тесному, соблюдая целомудрие, предпочитая нестяжательность и презирая тщеславие, другое же, спеша идти по пути пространному и широкому, предается пьянству и веселью, безумной страсти к деньгам, невоздержанию и гибельным зрелищам, а велико различие между тем и другим. Так и во время наказания и награды окажется великое различие в воздаяниях. Пропасть, говорит, утверждена великая между нами, то есть праведниками, добродетельными, сподобившимся этой участи, и вами, то есть проведшими жизнью, нечестией и грехе. И столь великая эта пропасть, что хотящие перейти отсюда к вам не могут, так же и оттуда к нам не переходят. Видишь ли великую пропасть? Великость ее! Видишь ли ответ более тяжкий, нежели гиенна? Когда вы вначале слышали о благоденстве богача и о большой услужливости, какой пользовался он окружаемый всеми и каждодневно предававшейся веселью, не считали ли вы его блаженным? Так же, видя бедного, лежавшего в воротах и страдавшего от жестоких ран, не считали ли жизнь его жалкою? Но вот теперь, при конце всего, мы видим противное. Того в пламени после веселья и пьянства, а этого в лоне патриарха после крайней бедности и голода. Впрочем, чтобы не слишком продолжить слово, можно окончить здесь поучение и попросить вас, возлюбленные, не искать пространных врат и широкого пути и не домогать со всяческих удовольствий, но помышлять о конце того и другого пути и, представляя в уме участь постигшую богача, широкого пути избегать, а искать врат узких и пути тесного, чтобы после здешней скорби прийти в страну отрады. Убегайте же у вещевая у вас сатанинских зрелищ и вредного посещения конских ресталищ. Ибо по поводу тех, которые увлеклись и пошли по широкому пути, я и был вынужден сказать это, чтобы они, вразумившись, оставили этот путь и пошли путем тесным, то есть путем добродетели, и таким образом удостоились, подобно Лазарю, Лона Авраамова, чтобы всем нам вообще, избавившись от гиенского огня, насладиться теми неизреченными благами, которых око не видело и ухо не слышало. Чего, да сподобимся все мы, благодатью и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, с которым Отцу и Святому Духу слава, держава, честь ныне и всегда и во веки веков. Аминь.